Всем здравствуйте! Короткое очень видео. Это уже второй день после пересадки, пикировки моих укорененных с одревесневшей частью черенков. Они укоренялись в вермикулите. Вот они вермикулите в таком укоренялись. И я их уже два дня назад в торф опустила. Там наросли хорошая корневая система вермикулите, потому что там нет никакого питания и корни очень хорошо растут. И смотрите, многие говорят, что вот именно этот период важен. Пикировка, как корни пропадают, растения. Смотрите, важность, я всегда об этом говорю, всегда об этом обращаю ваше внимание. Грунт мы готовим. Я беру грунт не из пакета, у меня прошлогодний терракульт, он стоял на улице, такой был подсушенный. Я, естественно, его смачиваю, но каждую крупинку в этом грунте я прям вот так вот воздухом руками все это перетираю, смачиваю. Как я вам говорю, берешь, берешь вот так в кулачок, он не рассыпается, но в такой вот маленькой такой колбаске остается. И этот рыхлый делаю грунт. Я вам показывала, что брала из вермикулита и опускала. Снова так как бы поверхностно, потому что он очень, вот видите, он воздушный настолько, но он смоченный у меня. Может быть, у кого-то новые грунты, они смоченные, но я думаю, что все равно слегка можно водой и руками так перетереть. Посмотрите, я их не поливала, я их вам говорила, опрыскивала. Он был более как бы такой сухой, когда я только вставляла. Вот и по листу опрыскиваешь. При опрыскивании грунт оседает и корешки, корешки присыпаются. Вот смотрите, видите, вот немножко свет плохой. Вот видно с этой стороны вермикулит, но уже он схватывается с грунтом. Я снова могу без вреда для этого растения также опускать, ну они же как подопытные кролики, чуть-чуть может быть и есть какой-то вред, но снова также опускаю, опрыскаю и он будет постепенно оседать и корни туда увлекать. Ну вот такой череночек. Смотрите, вот тут. Так, я тут стою. Вот тут. Очки одену. Вот корни, смотрите. Видите, видно, что был в перлите, но корешки уже схватываются с грунтом. Посмотрите, ой, посмотрите, какие ежики пошли. Все. И я также, ой, господи, рука. Вот также опускаю, когда чуть-чуть вот так вот корневую систему присыпала. Сейчас поставлю в боксик. При опрыскивании земля сядет на место, но уже больше не буду показывать, потому что у меня уже столько таких видео. Я все на своих этих подобных. Смотрите, тут вообще очень большая корневая система. Видите, был в перлите. Корни за два дня, буквально, корни еще больше наросли, потому что уже в торфе и есть питание. Видимо, вертикально снимаю больше своя рука. Но тут все, по-моему, видно. И вот. Видно, что насколько он рыхлый. Поливать не поливаю. Вокруг у них влажные условия. При опрыскивании торф смачивается. А если два раза в день опрыскивать, ну, я смотрю по состоянию листа. Ну, еще последний покажу. Вот. Тут вообще я вам показывала, что весь этот вся древесневшая часть была прям таким ежиком-ежиком. Видно, что уже схватывается с торфом. И уже будет питание. На такой стадии еще вопрос, чем подкармливаете. Пока они укоренялись в вермикулите, никакого питания не было. Сейчас они в торфе. На первое время там у них есть свои резервы, свои возможности у этого черенка. Поэтому ничем не подкармливаю. Когда я уже увижу корешки в стаканчике, вот когда они полностью возьмутся уже, вот тогда уже, ну и пройдет какое-то время, они это питание отсюда используют. Вот тогда и она можно уже будет подкармливать. Но это уже будет другая как бы история. Ну и тут также. Вот. Видите, все перлит не важно. Важно условие, в чем бы мы не укореняли. В перлите, в мохе, в торфе, там вермикулите. Важно условие, которое мы им создадим, нашим этим растениям. Вот. Сейчас снова ставлю в боксик, опрыскиваю. Ну вот тут я достала. Уже, видите, корешки пошли хорошо туда вгрызаться в торф. Я предостала. Я думала, что я присыплю сейчас. Присыплю и опрыскаю. В общем, и все так, все так череночки. Вот. Тут у меня, я еще вчера черенковала вегетативный алисум. Еще вот тут у меня в вермикулите. Почему вермикулите? В этом году хочу все-таки торф, торф вынести на улицу меньше грязи от вермикулита. И его, кстати, можно использовать. Видите, я одну партию достала, снова туда поставила. И причем в этом же вермикулите я черенковала и летнее. Это какое-то безотходное производство. Ну, в общем, дорогие друзья, не залюбливаем наши растения, не заливаем, не заливаем корни, чтобы пошли. Они должны дышать. Вот этот очень важный момент. Смотрите, какой мягкий у меня стаканчик. Ой, видите, он не полностью набит. Он у меня мягкий. Вот. Вот какое качество грунта, рыхлое. Ой-ой-ой. Так, ну и сегодня уже пойду обрезать на улицу метельчатые гортензии и буду вам показывать. В общем, до новых видео. Продолжение следует...